нас всех отправили на карантин из-за коронавируса а что будет с нашими зарплатами и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно путин в своем обращении к нации отправил всех в общем-то на карантин и там было несколько положений сейчас эти положения конкретизировались и можно уже говорить более предметно о том что же произошло но прежде всего это беспрецедентное конечно обращение было потому что настолько серьезно что президент решил даже отложить голосование по поводу того чтобы он был вечным руководителем россии то есть это серьезно действительно потому что вот так и далее он в своем вот этом обращении объявил о введении нового налога на вклады граждан свыше 1 миллиона рублей в банке и в облигации и это очень сильно всколыхнуло всех значит там было бурное обсуждение такое ощущение что все у нас миллионеры я уже об этом говорил и мало кто заметил что снижение обязательных платежей для предпринимателей с 30 процентов до 15 там же было и вот это более существенно говорил мера но на это почему-то мало кто обратил внимание естественно вот но и сейчас да и президент отправил очень скановый или последующим правительство отправила всех на карантин по всей стране то есть закрыто практически все что не является жизненно необходимым и люди сейчас находятся в вынужденном как бы но на карантине дома сидят что будет зарплатами так вот друзья мои когда я говорил что вот это вот снижение обязательных платежей в внебюджетные фонды с 30 до 15 процентов это очень существенно для предпринимателей то многие это не восприняли потому что но среди нас предпринимателей наверное не так много с одной стороны и люди говорят но кто-то мне написал что вот это снижение нас типа не коснется нам предприниматель не повысит зарплату а только будет обогащаться за счет этого так вот значит я прямо вот блин меня это взбесило я скажу вот жестко и прямо что нихера вякать вот так если тебе кажется что твой работодатель будет за счет этого обогащаться так вот иди вот прямо сейчас да и в налоговую зарегистрируй о-о-о и даже не можно не идти в онлайне зарегистрировать о-о-о и начинай обогащаться понял вот а после того кто начнешь обогащаться вот начинаю вякать понятно вот так потому что блин встань предпринимателем потом обогащайся у предпринимателя действительно доходы не ограничен но и риски тоже не ограничены мало желающих быть предпринимателем и эта мера ну разве что поможет кому-то подольше продлит конвульсии понимаете и может быть а может быть и нет вот ну а теперь что будет с вашими зарплатами все зависит от того где вы работаете путин когда сказал что там отправить на карантин он не конкретизировал он сказал что на карантин сохранением зарплаты а кто будет сохранять эту зарплату кто работодатель естественно потому что легко распоряжаться чужими деньгами путин об этом не сказал он сказал что но там типа сохранением зарплаты так вот друзья мои все будет зависеть от того я как предприниматель могу сказать все будет зависеть от того какая форма собственности там где вы работаете если вы работаете в какой-то госструктуре то есть за бюджетные деньги в бюджетной структуре то скорее всего ваша зарплата действительно сохранится то есть зарплата скорее всего сохранится на время карантина у работников детских садиков у государственных образовательных учреждениях у полиции ну прокуратуры наверное и тому фсб всяких вот этих силовиков вот я думаю что у них зарплата сохранится теперь далее у кого форма собственности у предприятия есть ооо и есть ипшники ипшники бывают нескольких видов есть ипшники которые без права найма людей и с правом найма людей так вот ипшники с правом найма людей и ооо это примерно одно и то же так вот это категория ну отдельно и есть ипшники которые без найма но здесь и самозанятые я могу сказать что ипшников без права найма и самозанятых это не коснется вообще никак вот теперь что касается ооо формы и ипп с правом найма то есть это предприятие которые не государственные но при этом имеют фонд заработной платы и выплачивать зарплату по ведомости смотрите если вы получаете зарплату черными деньгами то есть в черную то я могу сказать что вряд ли работодатель ваш или там сказать где вы ее получаете в черную сохранит ее в полном объеме то есть вы не работаете вы не получаете скорее всего так и будет потому что кому охота платить за то что люди не работают ну логично вот но большинство подавляющее все-таки работает в компаниях которые платят зарплату по следующему принципу есть какая-то минимальная оплата труда и есть ну какие-то премии премиальные какие-то штуки надбавки и есть выплаты но многие платят там за за выполнение плана там за реализацию сказать вот в зависимости от объема реализуемой продукции и так далее и есть люди которые ну доплачивают там за всякие сверхурочные и так далее черными деньгами то есть как бы как правило это смешанные варианты оплаты труда так вот друзья мои смотрите наконец-то вышло вот разъяснение о том как будет вводиться вот этот вот дополнительный налог на доходы свыше миллион на вклады свыше миллиона и как будет снижаться вот это вот обязательные платежи но про налог могу сразу сказать что несколько дней назад мишустин сказал что налог будет вводиться с 21 года на вклады свыше миллиона и сейчас пока там технически разрабатывают банки как они будут между собой обмениваться чтобы ну как бы если граждане имеют в разных банках то все это все равно просуммируется и все равно все будет известно насчет облигаций ну там вообще проблем нет все это будет решено вот с 21 года так вот сегодня буквально я прочитала рано утром о том что госдума приняла вроде как закон о том как будут снижаться действительно вот эти вот платежи я говорил уже что эти платежи бабушка надвое сказала потому что как будет реализовываться еще неизвестно но вот наконец настала ясно ясность говорят что с 1 апреля то есть сегодняшнего дня это вступает в силу снижение обязательной норматива платежей с 30 процентов до 15 процентов и сказано что отчисление обязательное отчисление в пенсионный фонд снижаются с 22 процентов от фонда заработной платы до 10 процентов фонд социальное страхование становится 5 процентов я не помню сколько был по моему 5 и 9 что ли вот и фонд обязательного медицинского страхования платежи обнуляются то есть их не будет выпадающие доходы соответствующих фондов будут компенсированы за счет бюджета но это какая-то легкая но как бы некоторое облегчение есть еще один нюанс в том что все это касается только зарплат выше чем минимальный размер оплаты труда то есть мрот который на настоящий момент у нас принят в размере 12 тысяч по моему там 130 рублей лист вот здесь в рублях могу ошибаться вот но 12 с небольшим тысяч рублей то есть смотрите если у вас вот это вот минимальная часть оплаты вот если у вас именно вот тот вариант когда вы получаете что-то какой-то оклад плюс надбавки за выполнение объема работ плюс какие-то черные деньги еще за что-то вот что будет ну и черные ска деньги понятно что будут скорее всего обрезаны потому что не за что премии смотрите премии будут тоже скорее всего отрезаны потому что нет реализации нет объемов это понятно и руководитель имеет право премии ну как как бы как назначить таки снизить здесь гзот не поздно не возражает против того чтобы снизить зарплату сотрудникам в виде премий вот минимальный то есть вот тот оклад который есть его во первых по гзоту снизить нельзя это во первых во но налоговая в общем-то за как бы за этим следит очень серьезно не только налоговая и прокуратура вот и смотрите что будет вот я про мрот не зря сказал если у вас вот это вот минимальная сумма равна нулю или как бы соответствует мрот или ниже мрот то скорее всего ваш работодатель повысит вот эту минимальную часть до размера мрот или чуть больше это первое второе но налоговая настаивает чтобы эта часть была больше недавно там приходило письмо мне например да но бухгалтеру и мы это сделали еще месяц назад и повысили зарплату на 10 процентов хотя у нас она и так уже превышает мрот но в общем но мы у меня два ооо и одно и п и п без права найма то есть там ничего меняет не касается 2 ооо 1 ооо в без фонда заработной платы то есть там нет сотрудников а второе два сотрудника один из них я ну вот я сам себе повысил зарплату на 10 процентов ну и своему сотруднику макетировщицы тоже но там уже заметно было больше чем мрот ну просто взяли подняли немножечко вот что будет с вами я не знаю смотрите сами но я еще раз хочу сказать что итог такой если вы получаете зарплату черными деньгами вы ее скорее всего потеряете если вы получаете зарплата плюс премия скорее всего премию вы потеряете ну а по поводу того что руководство предприятия будет обогащаться но могу сказать что вот эта мера возможно то есть она очень хорошая реально хорошая и возможно ну кому-то позволит открыться после того и возобновить работу после того как карантин пройдет но выживут далеко не все поэтому ну работу потеряют многие вот что я хочу сказать и оценивайте пожалуйста свои шансы и если вы думаете что здесь ничего страшного то я могу сказать что это действительно страшно друзья мои потому что после того как вы потеряете работу найти ее будет намного сложнее потому что ну желающих продолжить работу будет не так много потому что извините денег нет и платежеспособный спрос грохнется и соответственно самые слабые уйдут с рынка вот что произойдет куда пойдут но не знаю куда госпредприятия тоже не будут никого принимать безработица вырастет это проблема общемировая на самом деле я думаю что хуже всех придется украинцам вот к сожалению то есть я без всяких этих то есть я думаю что хуже всех придется украинцам потому что в украине и так уже сказать как бы с работой так себе все уехали в польшу германию там и в европу в европе сейчас у самих будут проблемы и в общем будет тяжело но понятно что до украинцев там многим россиянам дела нет но в россии тоже будет очень очень туговато вот но что будет во всем мире но во всем мире по крайней мере есть пособие по безработице скажем там в развитых странах у нас это как бы не очень то вот поэтому думайте поэтому смотрите вот очень важно сейчас то что кто выживет кто откладывал в те годы когда все было жирно и шикарно этого уже не будет будет хуже это можно сказать определенно в ближайшее время если у вас есть накопление который вот я всегда говорил ребята откладывайте минимум 10 процентов потому что надо иметь заначку чтобы пережить ну как минимум три месяца лучше на полгода это все всегда говорили имейте такую заначку держите ее где-то далеко от себя чтобы использовать ее только в крайнем случае когда вы просто вот ну голодаете буквально вот такая заначка должна быть у всех абсолютно я всегда это говорил и вот кажется такие времена наступают когда возможно будут вот такие как бы варианты когда вы в течение там трех четырех или там шести месяцев остаетесь без зарплату без доходов и если у кого-то нет такой заначки то он очень сильно об этом пожалеет потому что в банк пойдет кредит брать но ну кто же даст потому что чем будешь отдавать ничем и здесь очень тяжело придется тем у кого нет такой заначки если у вас есть заначка ну как-то можно пережить поэтому друзья мои вы понимаете что вот это вот но к счастью вот судя по возмущению тому который вызвал новый налог на доходы на вклады с миллионов миллионы есть у многих поэтому наверное значит они не так сильно будут страдать вот но я подозреваю что далеко не у всех есть миллионы в заначках даже у тех кто возмущался этим налогом вот вот этим людям будет тяжело еще раз могу как бы сделать вывод что делайте заначку заначку надо делать именно на фондовом рынке я уверен потому что именно фондовый рынок вот начнет расти первым те кто говорили что надо вкладывать в недвижимость кому вы ее будете сдавать вот сейчас конкретно кому то есть у людей все упала то есть те кому вы сдавали либо перестают платить либо съезжают вообще это же перестают платить новых вы не найдете ваша квартира будет никому не нужна потому что ее мало кто купит потому что платежеспособный спрос грохнется вот что будет и люди будут просто бегать искать работу и будут готовы работать за любые гроши лишь бы хоть как-то прожить вот те у кого нет заначки а если есть заначка на фондовом рынке как раз наоборот сейчас акции уже упали и еще будут продолжать падать а весь прошлый год они росли и все компании давали бешеную прибыль куда это прибыль денется это прибыль будет выплачена в виде дивидендов сейчас ожидается в ближайшее время что но дивиденды будут у нас уже были дивиденды в прошлом году беспрецедентно высокие просто вот среди всего мира и сейчас будут тоже достаточно большие дивиденды но в размере примерно 13 процентов от вложений в акции вот если считать по текущей цене но это очень даже не маленький процент как вы понимаете поэтому акции друзья мои акции надо будет покупать я думаю что уже где-то в конце апреля все начнет расти сейчас уже не очень падает но здесь надо очень осторожно быть очень очень внимательно смотреть когда все начнет потихонечку восстанавливаться тогда можно уже вкладывать деньги кстати если вас больше миллиона то вот понимаете до акции но правда доход от акций уж точно откладывается налогом в 13 процентов весь дивиденды есть налог на дивиденды 13 процентов а доход с курсовой разницы тоже 13 процентами откладывается но он значительно больше чем доход от депозитов вклады поэтому но есть определенные риски поэтому друзья мои фондовый рынок поэтому надо его осваивать для тех кто хочет осваивать мой курс биржа для чайников то что у меня спрашивают игре то как начать да вот так начать и ссылочки вы увидите прямо сейчас в конце как начать инвестировать как открыть брокерский счет там искать биржа для чайников опционы для особо одаренных вот в общем все об этом вы увидите а сейчас все спасибо за внимание поставьте пожалуйста лайк надеюсь что я вас обнадежил до встречи с вами был демитков юрий